Слушайте доктора! Слушайте доктора! Слушайте доктора! Я не знаю, будем разбираться сейчас, но начнём, безусловно, прежде всего именно с показаний, где применяется озонотерапия с точки зрения медицины, а потом с точки зрения косметологии. Об озоне можно говорить очень много, но я, знаете, как бы начну с такой крылатой фразы. Это немецкий учёный Риллинг сказал, что это лекарство послано Богом. Соответственно, здесь можно сделать вывод, что он применяется абсолютно везде. Единственное абсолютное противопоказание – это болезнь гемофилия. Это несвёртываемость крови. Поэтому вот всё, что можно сказать о противопоказаниях. Остальное – это знание доктора и умелое применение доктора. В неумелых руках доктора могут быть обычные показания быть противопоказанием, вернее, побочными эффектами. Поэтому, когда мне говорят, что озон не помогает, я говорю, смените доктора. Что касается гемофилии, давайте поясним, почему при этой болезни озонотерапия неприменима. Ну, знаете, как бы можно не уделять большого количества времени, потому что данное заболевание практически на сегодняшний день встречается крайне редко. Это несвёртываемость крови, но заболевание, сцепленное с полом, встречается только у мужчин. Женщина является только носителями данного заболевания, поэтому об этом можно много, ну, не тратить на это время, но является абсолютным противопоказанием. Тогда примеры показаний озонотерапии, где она используется. Я понимаю, что очень широкое применение, можно практически, наверное, любую часть тела брать и любую какую-то болезнь она будет применима. Но давайте, например, начнём с того, что людям очень понятно, например, очень распространены болезни суставов, которые нас могут преследовать, начиная с 40-летнего возраста и практически до самой смерти. Ну, я даже скажу, что раньше намного артроза, артриты, они встречаются намного раньше, потому что там может быть и инфекционная природа, посттравматическая природа. И на самом деле это, знаете, как бы достаточно частые жалобы, это раз, а во-вторых, малоэффективное лечение, которое, в общем-то, предлагается в стационарной медицине, в классической медицине. Заболевание обусловлено тем, что откладываются соли на хрящевых поверхностях суставов и снашивается хрящевое волокно. Но это так, чтобы доступно было, понятно всем. И озонтерапия – это одно из самых эффективных средств в данном заболевании, потому что это патогенетическая терапия, то есть она воздействует на причину заболевания. Поэтому достаточно хороший эффект от применения данного лечения, озонтерапия, и практически вылечить можно абсолютно любые артрозы и артриты. Когда мы говорим о применении озона, ну просто сразу на одном примере, да, вот, например, при артрозе и артрите применение озонотерапии, как он вводится, этот озон, когда мы лечим это заболевание? Это какие-то введения через уколы или это какое-то дыхание озона? Смотрите, вот в данном случае, если мы будем говорить конкретно о данном заболевании, то это именно инъекционный путь введения. И тут, значит, есть хирургические применения, хирургические методики и есть терапевтические методики, поэтому... Он применяется у нас в клиниках? Применяется. И очень широко применяется в клиниках Нижнего Новгорода. Вы же, давайте сразу поясним, что вы защищали диссертацию именно по озонотерапии. Поэтому я знаю очень много об озоне и всегда, знаете, как бы так смехом говорю о том, что я об озоне могу говорить с утра до вечера и с вечера до утра. На самом деле я очень люблю эту методику, я ее очень понимаю, потому что тогда, когда нужно было защищаться, нужно было очень много прочитать литературы. Литературы не интернетные, а литературы. Мы писали массу статей, в том числе и в зарубежных журналах. Они опубликованы у нас и во Франции, и в Америке, и поэтому, в общем-то, в свое время был большой интерес. Были на очень многих международных конференциях, встречались с международными специалистами, обсуждали эти методики, защищали эти методики. И поэтому об этом я могу очень много вам рассказывать. И не только об одном, допустим, артрозоартрите. На сегодняшний день я скажу, что на самом деле это одно заболевание, которому не надо подходить озонотерапевту. Все остальное можно лечить. Единственное, что тут будут разные схемы лечения, разные дозы, разные методики введения. И поэтому оно применяется абсолютно в любой практике от нуля до последнего вздоха человека. Поэтому и в педиатрии, и у нас применяются данные методики в государственных клиниках. Я смотрю, что вот буквально список действительно очень длинный. Реаниматологи могут назначить внутривенное введение для обеззараживания ран, стабилизация обменных процессов в организме, выведение токсичных веществ. Стоматологи для лечения продонтоза, пульпита, гинекология применяют. При травмах глаз применяется. При заболевании дыхательных путей применяется. И дальше можно по списку идти. А что же такого удивительного в озоне, что он имеет такое широкое применение? Что он делает с организмом, в организме? Ну вот, чтобы было понятно, нужно сначала рассказать механизм действия. Я не буду глубоко внедряться, но скажу, что у него есть очень много эффектов. Это один из мощных эффектов. Это противовоспалительный антимикробный эффект. Поэтому он применяется, как вы начали говорить, и в раневой хирургии. И практически опыт, может быть, кто-то этого и не знает, что впервые в России он еще был до Первой мировой войны. И очень активно использовался в годы Первой мировой войны. Именно озонотерапия в полевой хирургии. Поэтому в российской армии применялись российские врачи. Да, в русской армии. И прямо на поле боя. И до сих пор используется. И в Чечне очень много использовался. У нас есть очень хорошая докторская диссертация нижегородского доктора, когда он работал именно в Чечне, набрал очень много материала. И он сохранил очень многим ребятам именно жизнь и не привел к инвалидности. То есть раны обрабатывались с помощью газообразного вещества. И за счет того, что это мощное антимикробное противовоспалительное действие, иммуномодулирующее действие, мощный иммуномодулятор. Поэтому очень многим ребятам были сохранены конечности, которые были, допустим, ампутация конечностей очень часто возникает после того, когда идет очень быстрое инфицирование. И по показаниям врачу-хирургу, травматологу ничего не остается, как прийти. И если вовремя была назначена зонотерапия, то достаточно хорошие результаты. И поэтому там есть очень хорошая статистика, что там результат шел на сотни, когда ребятам даже не привели к инвалидности. А сам озон, то есть вы говорите, что его применяют сначала, получается, с прошлого века, да? Кто открыл это действие? Смотрите, впервые об озоне начал говорить Тесла. Это 900-й год. Электрический ток. Ну, смотрите, как получает озон. Это либо пропускает кислород или воздух через электрический ток. Вот эффект грозы. И мы говорим о том, что пахнет озоном. И у нас есть озоновая прослойка, которая обладает тоже мощными, как бы, ну, имеет, как бы, мощное действие. И мы говорим, защитный озоновый слой. И второй момент, когда, значит, пропускать тоже воздух или кислород через УФО-облучение. Этот запах озона мы слышим, когда работаем с копировальной техникой. Поэтому вокруг есть такой некий запах озона. Озон вообще в переводе с французского языка означает слово «пахнущий». Вот. И впервые заговорил об этом Тесла. Но именно в медицинской практике он начал использоваться в 1860 году. Он обнаружен французским доктором. Когда он снова получил вот этот запах, он обратил внимание на данный газ. И обратил внимание на то, как этот, как бы, газ будет действовать именно в практике медицинской. В нашей, в российской практике, в русской практике или в советской практике, как лучше, наверное, сказать, потому что это время советского периода, он начал развиваться и изучаться с 70-х годов прошлого века. Он, причем, очень бурно начал изучаться. Школа была создана в Нижнем Новгороде. И почему на сегодняшний день очень многие клиники применяют озонотерапию именно в Нижнем Новгороде. Там очень много школ, очень много клинических баз на базе клинических больниц. Там очень широко применяется и на базе областной больницы, больницы Симашка. Поэтому там нет отрасли медицинской, где озонотерапия не применялась бы. А вот так, знаете, как бы, если коротко сказать, то он применяется абсолютно везде. Он очень широко применяется в онкологии. Он очень широко применяется в травматологии, в ортопедии. И у нас многие страны мира занимаются изучением в определенных направлениях. Например, Америка, она занимается изучением именно озонотерапии в лечении онкологии, ВИЧ, СПИД, наркомания. Германия, она занимается изучением озонотерапии. И непосредственно вот этот доктор Риллинг, который занимается изучением в неврологии. Он сам доктор-невролог. Вот, Испания занимается и разрабатывает методики применения озонотерапии в косметологии. Коба очень широко применяет и изучает его именно в гириартрической практике. То есть, значит, в болезнях... В старении, так скажем. Да, да, да. Хроностарение. И недаром называют его, что это эликсир молодости. Валикжанина Марина Викторовна у нас в гостях. Врач-невролог, озонотерапевт, кандидат медицинских наук, который кандидатскую защищал по озонотерапии. Ведущий косметолог галереи красоты. И всё-таки история с тем, что делает озон в организме. Я так понимаю, что всё-таки кроме своего противомикробного средства, бактерицидного средства, очень важно, что он, видимо, связывает какие-то вещества и не даёт им действовать в нашем организме, которые разрушают, да, видимо, ткани клетки и вызывают процессы старения. Или я не права? Нет, вы правы. Вы правы. Просто это биохимия озона. Поэтому на сегодняшний день очень много говорят о том, что это самый мощный антиоксидант. А об антиоксидантном действии мы сегодня говорим везде, во всей медицине. И говорим о том, что необходимо антиоксиданты применять. Или препараты, которые обладают антиоксидантным действием. Что такое антиоксидантное действие? Это защитная функция клетки, то есть защитная функция оболочки клетки, то есть не дать клетке разрушаться. И второй момент – это иммуномодулирующие действия. То есть в нашем организме есть такие образования, которые называются Т-лимфоциты. Очень многие из них помнят, что Т-лимфоциты, среди них есть Т-киллеры, Т-хелперы, Т-супрессоры. Это знание у нас идёт ещё с урока анатомии и школы. И это самая мощная система, которая стоит на страже нашего организма, чтобы наш организм не заболел в том числе аутоиммунными заболеваниями, не заболел в том числе и любыми вирусными заболеваниями. То есть Т-лимфоциты стоят на страже обнаружить патологическую клетку и посредством фагоцитоза, эпиноцитоза её, в общем-то, эту клетку уничтожить. И озонтерапия стимулирует у него именно такое, знаете, как бы действие иммуномодулирующее. То есть он стимулирует выработку именно Т-лимфоцитов, которые, значит, очень активно действия, вернее, участвуют именно... Давайте так, двумя словами, скажем, стоят на страже нашего здоровья. Да, потому что история с иммунитетом и с аутоиммунными заболеваниями в последнее время имеет очень сильную негативную коннотацию в том смысле, что наш организм человеческий в современных условиях, в условиях современного города теряет способность к самозащите. Правильно я понимаю, что озон, он как раз эту способность нашу восстанавливает. Ну вот видите, как бы... Помогает им работать и бороться. Допустим, я скажу, что очень большой процент среди заболеваний имеется аутоиммунных процессов, даже, может быть, процессов 80 из всех заболеваний, которые имеют аутоиммунную природу. Я не буду сейчас спорить о процентах, потому что они по одним данным завышаются, по другим занижаются, но общей фразой можно сказать, что аутоиммунных заболеваний на сегодняшний день очень много. Одно из них самых распространенных заболеваний – это аутоиммунная лапеция, то есть диффузное выпадение волос. На сегодняшний день люди очень много сталкиваются с этой проблемой. В Кирове очень распространено... Вот знаете, я вам что хочу сказать. Я была очень удивлена, когда приехала в город Киров, такой отсыл назад, какое количество молодых женщин и просто женщин имеют очень редкие волосы. Я была тогда удивлена. Я не знаю, с чем это связано в этом городе, но это, правда, распространенная очень проблема. Потому что, смотрите, вот на сегодняшний день две причины выпадения волос. Это аутоиммунная проблема и андрогенетическая проблема. Все остальные, когда мы говорим, они попадают в аутоиммунную как бы проблему. Причин для аутоиммунной проблемы – это стрессы. По сути дела, я бы сказала, что стоящие на первом месте. Затем вирусное заболевание. Ну и экология. Поэтому и ко мне, как к доктору, очень часто обращаются с этой проблемой. И после обследования мы понимаем о том, что, да, если по этой проблеме, то достаточно большое число относится именно к аутоиммунной проблеме. Чтобы немножко пояснить, что такое аутоиммунная проблема и почему, например, идет выпадение, и пояснить нашим слушателям, что нарушается микроциркуляция фолликулы волоса за счет того, что организм работает против собственного хозяина. И он начинает образовывать вокруг фолликулы некую такую фиброзную капсулу, тем самым нарушая кровообращение фолликулы и, соответственно, истончение волоса. И когда просто, например, терапевт назначает, попейте пантовигар, или попейте какие-либо витамины, или попейте там что-то, это не приносит никакого даже временного облегчения, потому что мы принимаем препарат, который циркулирует во всем организме, но не попадает к органу мишени, то есть к волосяной фолликуле. И почему озонотерапия именно здесь как бы будет помогать? Потому что она, во-первых, будет обладать мощным рассасывающим действием и рассасывать вот эту фиброзную капсулу. Второй момент. Улучшать микроциркуляцию, потому что это мощный сосудистый препарат, который улучшает микроциркуляцию. В-третьих, соответственно, опять же, стимуляция телеимфоцитарного иммунитета, то есть через иммунитет. И в результате мы рассасываем фиброзную капсулу, улучшаем микроциркуляцию, мы улучшаем кровообращение волосяной фолликулы. А значит, обеспечиваем доступ к необходимых веществ, чтобы волос рос. То есть в нашем питании, если мы правильно питаемся, у нас, понимаете, как бы природа создала людей так, что мы из питания получаем всё. Если мы будем сейчас говорить о витаминах, мы ещё можем очень много поспорить, что очень многие витамины не усваиваются в организме. Поэтому лучше, чем создала что-то природа, ничего лучшего никто ещё не придумал в этой жизни. Но когда у вас создаётся эта фиброзная капсула, то как бы мы ни питались и что бы мы ни потребляли, вещества не поступают. И какие бы мы препараты фармацевтические не принимали, то у нас препараты не доходят до органа мишени. И, соответственно, назначать первично это озонотерапию, а вторично уже рекомендовать, допустим, даже и фармацевтические препараты. А в какой форме озон? В частности, они уже потом бывают не нужны. А в какой форме мы доставляем озон при озонотерапии, при лапеции, при выпадении волос? Самое лучшее – это инъекционный путь введения. Кто-то предлагает такие озоновые шапочки, когда одевается шапочка, и в неё подводится озон. Но, смотрите, у нас залегание волосяной фолликулы находится на глубине примерно 5-7 миллиметров. Поэтому мы не можем доставить туда непосредственно озон. Поэтому это инъекционный путь введения. Это безболезненный путь введения. И причём имеющий очень хороший результат. И опять же подчеркну, что это патогенетическая терапия. То есть мы воздействуем на причину данного заболевания. Как говорят на Востоке, убери причину, болезнь пройдёт сама по себе. Уколы в коже, в голове производятся или ещё как-то комбинированная терапия? Да, это мезотерапевтический путь введения. Просто называем мы мезоозонотерапия. В каких-то капсулах просто берётся шприц и вводится. Это берётся шприц и берётся маленькая микроигла. Она на внешний вид 4 миллиметра. И она тоньше волоса. Сколько нужно процедур сделать, чтобы увидеть эффект? Всем индивидуально, но сразу после первой процедуры клиенты отмечают, что они уже очень часто, и причём у нас очень много, у нас очень богатый опыт в плане вот такой аутоиммунной аллопеции. И когда клиент приходит к тебе и говорит о том, что у меня пол ванны волос, и я с болью смотрю на то, как они покидают мою голову. Страшно расчёсываться. Страшно пользоваться феном, расчёской, и не трогайте их, я боюсь, и всё. Причём это как бы адекватно, понятно. Но после процедуры они на следующий день звонят и говорят о том, что... Как бы, знаете... Впервые увидели чистую волосу. Да, что у меня подушка сегодня была чистая, либо там в душе не было большого количества волос. И ещё, когда мы говорим об аллопеции, это не обязательно, что это могут быть женщины или мужчины уже, допустим, зрелого возраста. Очень часто обращаются к нам и дети, и подростки. Вот, поэтому просто если есть у кого-то какие-то проблемы, просто приглашаем на все консультации бесплатно. Поэтому это на самом деле очень актуальная проблема. И ещё скажу, что, допустим, была девушка, 17 лет, которая прошла все клиники нашего города. Она обследована абсолютно как бы всё, что можно было ей обследовать. Её смотрели эндокринологи, косметологи её смотрели, гинекологи проверяли на щитовидную железу. И как бы, а девушка, в общем-то, в этот период только теряла как бы волосы. Она пришла у нас с абсолютно гладким затылком. И когда, значит, посмотрели, посмотрели все её анализы, посмотрели все её тесты, и, в общем-то, очень быстро собрали анамнез, поставили аутоиммунную лапецию. И точно так же, ну, эта девушка, которая уже готова была ко всему, мы её согласие родителей прокололи. У девушки очень хороший результат. После 10 сеансов у неё волосы начали расти. И на сегодняшний день мы поддерживаем связь с этой девушкой. У неё очень хорошие результаты. Поэтому, смотрите, как бы банальный грипп, которого мы не всегда боимся, который может привести к аутоиммунной лапеции. И здесь никакие, ни пантовигары, никакие фармацевтические препараты не принесут видимого эффекта до тех пор, пока мы не уберём причину данного заболевания. Поэтому... А вы очень важную историю вот сейчас затронули на примере вот этой девушки 17-летней, которая к вам пришла с согласия родителей, с консультацией. Во-первых, вы смотрите всё-таки анамнез, да? Ну, как доктор, анамнез обязательно. Да, вы смотрите анализы, да? То есть, смотрите, ведь я работаю именно доктором, и если я работаю косметологом, это тот же самый доктор. На сегодняшний день мы точно так же имеем сертификаты такого же цвета, где написано врач-косметолог. Ну, до этого у меня есть ещё образование дерматовенеролога и трихолога, и поэтому, ну, как любой доктор, общаясь с пациентом, либо клиентом, анамнез – это, ну, больше половины успеха. И тогда, когда, допустим, врач пренебрегает этим, то, вот видите как, можем идти в совершенно другую сторону. То есть вот назначаются какие-то анализы, люди собирают справки, приходят к вам, вы смотрите. И важно очень, что если это ребёнок, даже если уже взрослый ребёнок, 17-летняя девушка, важно, чтобы родители тоже участвуют в процессе. Смотрите, если просто, как бы, всё это касается любой медицинской практики, что всё, что мы с 18 лет, у нас решает каждый сам за себя, до 18 лет, это только всё с согласия родителей, поэтому... Насколько доступны эти процедуры? Вы знаете, как бы, если вы спрашиваете ценовую политику, то это очень доступная процедура, это намного дешевле, чем пить пантовигары, и она доступна на сегодняшний день абсолютно каждому. Я не могу сказать вам конкретно, потому что у каждого, допустим, диагноза есть свой прайс. Свой комплекс назначенных, да. Поэтому, если вы мне зададите конкретный вопрос, например, сколько стоит озонотерапия волосистой части головы, то я вам отвечу, один сеанс стоит тысячу рублей. И на сегодняшний день, имея проблему такую, а ещё раз вам скажу о том, что... Мы конкретно говорим сейчас про инъекционное введение. Инъекционный путь введения при диагнозе аутоиммунная лапеция. Ну, такая же самая... То же самое, такой же прайс при андрогенетической лапеции. Вот. И, значит, я считаю, что это достаточно доступная цена. Ну, и, понимаете, как бы, мы же все дрожим волосами. Мы считаем, что... Вернее, на Востоке считается, что это самая красивая часть нашего организма. Почему мужчины хотят, чтобы видеть волосы своей женщины, только чтобы они видели. И заставляют носить различные головные уборы. Вот. И когда, знаете, как бы, допустим, если женщине делают красивую укладку или красивую там прическу, то она преображается. Поэтому, на самом деле, любая женщина, и на сегодняшний день мужчина, дрожит, ну, так скажем, своей шевелюрой, своими волосами. И, как бы, я считаю, что если у нее есть проблемы, то мы всегда можем ей помочь в этом. Мы сейчас говорим о процедурах, которые доступны в галерее красоты, в салоне галереи красота. Марина Викторовна Валикжанина, ведущий косметолог галереи красоты, врач-невролог, озонотерапевт, кандидат медицинских наук. Непосредственно сама осуществляет эти процедуры. У вас есть еще специалисты, которые тоже это делают. Да, и причем у нас в салоне есть лицензия, и все сотрудники имеют обязательно медицинское образование, и очень многие сотрудники имеют высшее медицинское образование. Тот, кто колет, имеет только высшее образование. То есть это врачи. Насколько это доступно? Вот что человек должен сделать, чтобы к вам прийти и с чем прийти? Во-первых, вы сказали уже в нашей сегодняшней программе, что консультация первичная бесплатна. Мы пошли по пути, в отличие от многих салонов и клиник, что у нас консультация по любым вопросам бесплатна. Вас проконсультирует любой доктор. У нас не один доктор работает. По любой проблеме назначит вам обследование. До оплаты наступает только за процедуру. Поэтому она ни к чему, эта консультация ни к чему не обязывает наших посетителей. Поэтому у нас очень часто приходит, и я считаю, что это правильно, потому что на сегодняшний день мы живем немножко в таком, знаете, агрессивном мире, где зачастую принимают и абсолютно, я сказала бы, безграмотные специалисты. Пусть этим специалистам будет, в общем-то, может, обидно, может, не обидно, но факт тот, что мы сталкиваемся с очень безграмотными консультациями, потому что на сегодняшний день люди к тебе приходят, рассказывают о тех консультациях, которые проводились в каких-то других. Ты заплатил за это деньги? Заплатил за это деньги, не получил адекватной консультации, прошел какие-то нелепые обследования, на что снова истратил деньги, и не решил проблему. Поэтому, знаете, как доктору хочется просто не только зарабатывать деньги, но хочется еще и помочь клиенту, пациенту, и, в общем-то, чтобы он ушел довольный. И, знаете, мы живем в очень маленьком городе, где о тебе, знаете, как бы, в общем-то, молва расходится очень быстро, поэтому очень приятно, когда приходят к тебе пациенты, клиенты, которые говорят о том, что тебя порекомендовали, там понравилась консультация, и, в общем-то, мы всегда рады помочь. Да, репутация доктора очень легко проверяется, потому что результат сразу же, да, сказывается, он всем абсолютно виден, так же, как репутация учителя. Я хотела обратить внимание наших слушателей на то, что есть сайт салона галереи красоты, салонкиров.ру, правильно? Да, да. Где можно посмотреть все услуги, все цены на эти услуги и знакомиться со специалистами. И кто выполняет эти услуги, поэтому там есть все документы докторов, поэтому если, то есть мы работаем очень открыто, и если, например, клиент приходит и говорит о том, что вы доктор, я говорю, знаете, как бы доктор, вот лежат все мои документы, и я, наоборот, рада за то, что вы спрашиваете, что вы интересуетесь, ну, в общем-то, чтобы не было тех ситуаций, о которых сейчас очень много говорят на рынке косметологии, на врачебном рынке в программе, пусть говорят, и в других программах. Поэтому мы пошли по пути именно открытого общения. Открытого общения, и очень важно, еще раз напоминаю, бесплатной консультации, когда вы приходите и говорите со специалистом, вы на него смотрите, он на вас смотрит, и вы понимаете, вы можете доверять этому человеку или нет. А с другой стороны, еще ведь очень важен запрос тоже человека, да, который приходит за услугой, насколько он готов работать над собой или нет. Мы иногда на консультацию тратим намного больше времени, чем нежели на саму услугу, потому что именно первичная консультация должна дать клиенту, либо пациенту, знаете, такое некое доверительное отношение, потому что тут он понимает, что да, доктор грамотный, что ему все объяснено не только супертерминами, которыми можно там, допустим, апеллировать, так как клиент этого не понимает, рассказывается, все доступно, все показывается и гарантируется ему результат. Причем у нас на сайте, если вы будете внимательно читать, везде будет написано, если мы вам не помогли, то мы вернем вам ваши деньги. Это правда так? Да, это так. Но причем, знаете, как бы мы абсолютно в разуме, мы говорим это только потому, что мы уверены в исходе данной процедуры, и мы назначим ее только тогда, когда будем уверены. В озонотерапии мы говорим о том, что мы вернем вам ваши деньги. Но уж если не вырастут волосы, будет очевидно, да, что результата нет. Но, знаете, как бы результат 100%. Единственное, мы можем говорить, что мы вас будем брать без гарантии, если очень большой срок, допустим, если это прошло 5 лет, когда уже абсолютно умерли волосяные фолликулы, то, как бы мы говорим, мы можем, конечно, попробовать, но, как правило, когда мы говорим попробовать, мы не берем за это деньги изначально. Но когда процесс, например, двухмесячный или даже годовой, то результат практически всегда. Результат 100%. Практически всегда. Спасибо за такую надежду, и даже не надежду, а гарантированный результат, о котором вы сейчас рассказали. Действительно важная проблема. Я напомню, что мы разговаривали сегодня с Мариной Валикжаниной, ведущей косметологом галереи красоты, врачом-неврологом, амазонотерапевтом, кандидатом медицинских наук. Слушайте «Доктора» и слушайте нашу программу. Спасибо. Слушайте «Доктора». Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.